Побеседовать с ней до начала этой церемонии. Давайте посмотрим, что она говорит. Внимание! Скажи мне, почему ты решила на сцене быть босиком? Я всегда любила танцевать босиком, когда была маленькой девочкой. Когда я выступала в своей школе, я всегда была без обуви. Это так натурально. Это делает меня ближе к земле, и я чувствую ее энергетику. Просто в России дети не любят ходить в школу, потому что они должны приносить с собой сменную обувь. Это можно назвать школьной фобией. Нет, нет, это не из-за этого. Твоя песня о каплях слез. А когда ты плачешь? И почему? Может быть, когда смотрю слишком грустные фильмы. Тогда я плачу. Но моя песня о мире, о любви, о войне. Есть и позитивное. Я пою о новых взаимоотношениях, о том, как люди покидают друг друга, а потом возвращаются. У тебя ведь же флейты на сцене. Это такие же флейты, как у моих ребят, которые выступают со мной на одной сцене. У меня есть одна флейта для вас. Ой, это для меня? Да, мне нужно порепетировать, чтобы это сделать хорошо. А какие у тебя ассоциации возникают, когда ты слышишь слово «Россия»? «Россия». Я никогда не была в России, но я очень долго сижу в библиотеках, изучаю, рассматриваю картинки, смотрю ТВ, как бы самостоятельно путешествую по разным странам. Мне очень нравятся ваши церкви, красивые храмы с этими, которые называете... С куполами. Да, простите. Я просто не знаю, как это называется по-английски. Еще мне нравится шоколадная матрешка. Дина Гарипова мне вчера такую подарила. Ну, представь, что ты уже победила на Евроидении. Букмекеры надеются на твою победу. Кому ты отправишь первый СМС? Я думаю, моим родным. Маме, моим братьям и сестрам. Я точно отправлю им сообщения. Мне очень важно осознавать, что они рядом и радуются моим успехам. Маме, моим родным. Спасибо.